Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать нимфу, которая собирательный образ из нимф, которые и веснянки, и ручейники. Но дело в том, что в основном они обитают там, где вода хорошо насыщена кислородом. Поэтому, как в наших регионах она отреагирует, я не знаю, но попробую вам показать. Я взял три перышка, вернее три сегмента пера охотничьего фазана. И из них мы будем изготавливать хвостик. У этой нимфы три лучика, достаточно острые и хорошо развитые. Они должны составлять, ну, немножечко меньше, чем длина нашего будет цевья. Вымеряем, сколько нам необходимо. Подхватываю я у свинца. Посмотрим длину, меня она устраивает. И теперь аккуратненько подхватываем до самого загиба. И у загиба нам необходимо эти три лучика аккуратненько развести. Как вы видите, они у нас достаточно хорошо сами разошлись. Но если в этом есть необходимость, можно, вот как я уже неоднократно вот так вам показывал, с помощью нитки помогаем себе ноготочком. Разводим наши вот так вот лучики, чтобы выглядел приблизительно вот так хвостик. В дальнейшем, когда мы будем крепить материалы, он у нас станет более симпатичным. Удаляем сразу излишки. И теперь нам необходимо с вами взять совсем немножечко лески, для того, чтобы мы смогли с вами вот часть до грудки, где я сделал утолщение, произвести сегментирование тела. Совсем-совсем немножечко. То есть, она у нас будет и состоять из основного тела, и в то же время мы будем с вами имитировать жабры у нашей нимфы. В наборах, которые я вам неоднократно показывал, вот есть у фирмы Хэнс, у других фирм вот такие. Продаются разного цвета пленки для изготовления нимфочек. Если у вас нет такого материала, возьмите отрезчик кусочек обыкновенного латекса из медицинской перчатки, или же кусочек полиэтилена. Но, учитывая то, что у меня уже имеется вот такой соответствующий кусочек, я не буду ничего отрезать, а сразу здесь закреплю. Подхватили и в натяжечку стараемся не навредить нашему хвостику. Движемся к месту крепления нашей лески. Остановились. Теперь нам необходимо с вами будет закрепить еще люрекс, которым обычно я украшаю тело. Чисто для красоты. Если его нет, пожалуйста, можно его и не использовать. Теперь нам необходимо с вами подобрать тот материал, из которого мы будем изготавливать грудку. Саму грудку, как таковую, вместе с жаберками, можно изготавливать, как положить сверху остатки, вот пера, как я неоднократно делал. Так можно использовать даббинг. Учитывая то, что у нас нимфы в основном больше серо-оливкового, даже ближе к болотному оттенку, я буду изготавливать и тело, и грудку из даббинга. Вот приблизительно, если сможет камера передать оттенок, она ближе к такому болотному цвету. Для чего я это делаю? Если мы сейчас с вами начнем наматывать пленку до середины свинца, выйдет не совсем симпатичное, не совсем красиво сегментированное тело. Поэтому для того, чтобы было более у нас симпатичным тело, я проматываю совсем-совсем немножечко даббингом. Берем, как обычно, понемножечку, так, чтобы только лишь касалось нашей нитки. И рассредоточим даббинг аккуратно. По нитке создадим даббинговую нить, насколько возможно, чтобы она была тоненькая и симпатичная. Не старайтесь много наносить, сантиметров 8 будет вполне достаточно для того, чтобы мы смогли выполнить нашу функцию. И аккуратно следим за тем, чтобы мы не нарушили расположение наших хвостиков. Начинаем вот так даббингом проматывать и подравнивать сразу наше тело. Как вы видите, оно у нас становится симпатичным и коническим. Доходим до начала утолщения на свинце. И здесь, как раз мне достаточно хватило, останавливаемся. Подхватываем нашу нить. Теперь нам необходимо взять нашу пленку и выбрать тот угол, под которым мы с вами следим, опять же, за тем, чтобы мы нашим хвостикам не навредили. И начинаем вот так аккуратно производить намотку. У нас пленка должна дойти вот до начала того свинца, где мы с вами сделали утолщение. Переводим сюда нить, подхватываем нашу пленочку и окончательно ее удаляем. И теперь остается нам только лишь нашей леской хорошо просегментировать и подготовить материал для чехлика и лапок. Сверху мы просегментировали. У нас должно получиться, если вот так вам будет видно, вот такое наше тело. Мы его еще подкрасим. И сверху я закрепил кусочек полиэтилена, которым будем делать чехлик. В качестве лапок я взял, у меня вот остаются по остаткам вот такие вот перья. Взял щепоточку с одной, с другой стороны закрепил. И, используя этот же даббинг, который темного цвета, мы сформируем с вами грудку и закроем чехликом. Вот, друзья мои, мы с вами изготовили очередную нимфочку. которая хорошо работает круглый год. Как вы заметили, я слегка подкрасил коричневым фломастером, который я вам уже неоднократно показывал, перманентный. И подкрасил немножечко сам чехлик. Как вы видите, контур выполнен черным, а грудка, вернее, сам чехлик, серединка выполнена коричневым. Вполне приемлемая детализация на крючке. Это крючок я использовал Камасан серия 400, номер 16. Поэтому, если у вас будет желание, пожалуйста, изготавливайте. Работает практически круглый год. Простая в изготовлении, но и в то же время достаточно уловистая нимфочка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...